МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем долгожданнее, тем ценнее победа. Хоккейный КАМАЗ в этом сезоне взял кубок открытого чемпионата ОЛХ. Вестей КАМАЗа не было в эфире целых две недели. Но мы не отдыхали, а, как и обещали, внимательно следили за событиями. И хотя майские праздники давно прошли, мы все же предлагаем вспомнить, как заводчане их отмечали. А отметили, кстати, хорошо. Хорошее вспоминать приятно. И так ни одно городское торжество не проходит без участия сотрудников автогиганта. 1 мая заводчане приняли участие в традиционном шествии по проспекту Мира. А на площади Азатлык, где проходила праздничная концертная программа, также не обошлось без сотрудников КАМАЗа. Они и пели, и танцевали. Все подробности в первом материале этого выпуска. В этом году первомайское шествие было посвящено 50-летию КАМАЗа. Традиционно оно началось от остановки Парк Победы в сторону площади Азатлык по проспекту Мира. В шествии приняли участие более 28 тысяч горожан, половина из которых это бывшие и нынешние работники автогиганта. Во главе колонны 1-й КАМАЗ 5320. Утро прекрасное, солнышко, горячие глаза, красивые женщины, много детей. Атмосфера раскалена и раскалена на позитиве. Коллектив большой у нас автомобильного завода, коллектив дружный. Впереди автомобиль, наша новинка 54901. Поэтому пройдем дружной колонной. Настроение очень бодрое, праздничное. Хочется всех поздравить с праздником, с праздником 1 мая всех трудящихся всего мира. Чуть больше часа потребовалось с участником шествия, чтобы дойти до площади Азатлык. Здесь их встречали праздничным концертом. Без заводчан на сцене также не обошлось. Творческие номера от заводчан пришли с челнинцем по душе. Каждая песня сопровождалась танцем. Видя такой живой отклик, сотрудники КАМАЗа пообещали, что будут и в дальнейшем дарить горожанам только хорошее настроение. Тагир Закиров, Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, Михаил Матвеев. Вести КАМАЗа. День Победы, 9 мая. Праздновали все, вся страна, весь город. Традиционные мероприятия начались в старой части набережных Челнов, где у мемориального комплекса «Родина-Мать» в частности состоялось парадное шествие. Главный праздник страны – это и гордость, и память. Поэтому во всех общегородских мероприятиях участвовали ключевые руководители набережных Челнов. Автогигант и его коллектив представлял генеральный директор Сергей Кагогин. О том, как праздновали, в том числе неформально, наш специальный репортаж. В мероприятиях, приуроченных к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие около 32 тысяч челнинцев. Традиционно торжества начались с возложения цветов к памятнику Мусе Джалилю, затем торжественный марш. Вахта памяти – еще одна традиция праздника. На пост, сменяя друг друга, поочередно заступали руководители республики, города и автогиганта. Возложением цветов к вечному огню мемориала «Родина-Мать» и минутой молчания завершалась официальная часть этого дня. Для меня это боль, боль утраты, боль той памяти. Но эта память дает нам силы. Ведь те, кто остались живыми, они восстановили страну, восстановили города. Они продолжали жить, рожать детей, опираясь на то мужество своих отцов и дедов. И мне кажется, это мужество дает нам силы до сих пор. Мы получили после этой войны другой мир. И планета 74 года прожила примерно в небе. Это нужно осознать, оценить. И, конечно, мы всегда будем помнить то, что сделали наши ветераны. Этот праздник был, есть и будет всегда основным праздником нашей страны. На этом мероприятия Дня Победы вовсе не закончились. Делегация КАМАЗа переместилась в Парк Победы, где возложила цветы к военному мемориалу. Напомним, что строили и оформляли его при активном участии автогиганта. И теперь это одно из любимых мест горожан. Уже во второй половине дня Сергей Кагогин принял участие в акции «Бессмертный полк», которая в набережных Челнах проходила в шестой раз. В руках руководителя автогиганта – фото деда Якова Петровича Кагогина, который прошел всю войну, награжден орденом Красной Звезды и медалями за отвагу. Завершился этот марш на городском Майдане. Здесь же состоялось театрализованное представление и праздничный концерт. Ну а закончился День Победы красочным салютом. Кстати, еще накануне о наступлении праздника горожанам напомнили активисты КАМАЗовских заводов. Они устроили флешмоб в одном из торговых центров набережных Челнов. За основу акции была взята легендарная фронтовая смуглянка. Продолжаем тему. Это был праздник со слезами на глазах, но с радостью в голосе. В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне автогигант организовал череду концертов и встреч с главными героями праздника. Ветеранами войны, тружениками тыла, почетными КАМАЗовцами, как поздравляли победителей, расскажет Виктория Евсеева. В преддверии 9 мая в ДК «КАМАЗ» состоялся большой концерт. Творческими номерами поздравили ветеранов заслуженные артисты Татарстана, городские коллективы, а также таланты КАМАЗа. Каждое выступление вызывало и радость, и слезы, и воспоминания о страшных годах войны и дне Великой Победы. Действительно, это не оставило ни одну семью на нашей родине. И сегодня я хочу сказать особую благодарность нашим ветеранам, которые победили фашизм, которые подняли нашу страну с руин, которые 50 лет тому назад, приехав в эти степи, построили нам прекрасный современный завод КАМАЗ. Череда поздравлений продолжилась и за праздничным столом. В ресторане «Ашсу» с ветеранами-камазовцами встретилась депутат Госдумы Альфия Кагогина. Поклониться до земли тем ветеранам, которые живут еще в нашем городе, вам, труженикам тыла, тем, кто восстанавливал страну после войны. Не было бы вашего подвига, не было бы страны. Не было бы такой жизни, в которой мы сегодня живем. Не забыли о поздравлениях и на заводских площадках. В актовом зале завода двигателей активисты КАМАЗа выступили с концертом для почетных гостей, ветеранов-автогиганта. Так в праздновании 74-й годовщины Великой Победы сплотились камазовцы, бережно храня память о тех, кто так и не вернулся из боя. Виктория Евсеева, Дмитрий Кравченко, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Классическая музыка и грузовик. Еще вчера оказавшееся невозможным сочетание на наших глазах превращается не только в реальность, но и в традицию. На автомобильном заводе автогиганта вновь давал концерт симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Известные музыканты посетили автоград в рамках Московского пасхального фестиваля. Билетов было не достать, их просто не продавали, но наша съемочная группа, пользуясь служебным положением, не только посетила это знаковое событие, но и подготовила специальный репортаж, которым готова поделиться. Ровно в полдень привычный рабочий шум конвейера автомобильного завода сменили звуки музыки. Сотрудники КАМАЗа отложились в инструменты, свои взяли московские гости. Красиво очень и воспринимается в таком цеху большом, почти как в концертном зале. Живой звук всегда интереснее послушать. Концерт собрал три с половиной тысячи КАМАЗовцев и гостей завода. Среди них и солдаты подшипной части из-под Йошкаралы. Нас позвали с армией те, кто работали в КАМАЗе или родители работали. И вот мы сюда приехали из Йошкаралы. Цех окутали мелодии увертюры Мусоргского рассвет на Москве-реке, Шахерезады, Римского-Корсакова и Русланы-Людмилы-Глинки. Последнюю музыканта посвятили команде КАМАЗ-Мастер. Это иначе, чем грандиозным концертом, назвать нельзя. Тут должно было сойтись все. И наше огромное желание, и приглашение Сергея Анатольевича, и традиция, которую мы уже выстраиваем и выстроили уже. Наши люди заслуживают высокого искусства, тем более юбилейный для нас год. Конечно, мне было особенно приятно видеть то, что наши зрители правильно реагируют на музыку. В рамках Московского пасхального фестиваля, который длится две недели, Валерий Гергиев и его команда посетят 20 городов России. А в следующем году, возможно, вновь вернутся в Автоград. Кристина Маматова, Виктория Евсеева, Дмитрий Кравченко, Вести КАМАЗа. Так готовят себе преемников. В будущем некоторые из этих ребят непременно пополнят ряды специалистов заводов. Сотрудники автогиганта и его дочерних предприятий провели очередной День КАМАЗа. На этот раз в школе номер один. Ученикам рассказали об истории предприятий, о буднях на заводе, провели игры и увлекательные эксперименты. А кому-то за проявленный интерес и активность достались еще и подарки. Город Набережная Челны водой снабжает дочернее предприятие КАМАЗа, Челны-Водоканал. Вот и получается, что среди профессий на автогиганте есть и совсем нетипичные для автопрома. Именно поэтому возможность хоть на час стать химиком-лаборантом и провести эксперименты с водой выпала ученикам школы номер один. День КАМАЗа здесь превратился в серию наглядных опытов и череду интересных фактов. Им уже показывали, как действуют реагенты, как очищается вода, какие стадии очистки она проходит. И ребятам объяснили, что воду из-под крана пить можно. Возможно, я буду работать в Челны-Водоканале, потому что там очень интересно. И пока одни ставили опыты с водой, другие соревновались в звании самого быстрого, ловкого и смелого. В спортзале прошел флешмоб, где ребята смогли побегать и попрыгать. Тем, кому по душе спокойные игры, могли собрать новую модель грузовика и тут же ее протестировать. В общем, для каждого ученика с первого по одиннадцатый классы нашлось занятие по душе. Многие ребята не знают, куда пойти после 9-го, после 11-го класса, после сдачи экзамена. Поэтому такие мероприятия нужны. Школа номер один стала последней, куда пришли сотрудники автогигантов в этом учебном году. Планируется, что дни КАМАЗа возобновятся в сентябре. Но организаторы уже обещают, будет снова интересно. Маргарита Кузьмина, Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, Вести КАМАЗа. Каких только мероприятий не проводит КАМАЗ в преддверии 50-летия. Так, на очередном из них, к примеру, искрометно шутили. В набережных Челнах состоялся традиционный фестиваль КВН заводских команд. В этот раз встреча веселых и находчивых прошла по-особенному. Во-первых, состав жюри сложился поистине солидный. Шутки оценивали топ-менеджеры заводов и Special Guest Star. Игрок высшей лиги КВН и сборной Камазиакского края Денис Дорохов. А во-вторых, в зале среди зрителей сразу был замечен редкий для КВН гость – генеральный директор КАМАЗа Сергей Когокин. Зал ДК «КАМАЗа» заполнился зрителями задолго до начала игры. И пока гости ждали выхода команд, участники готовились к своим выступлениям. В этом году главной темой встречи стал юбилей КАМАЗа. КАМАЗовская лига – это самая лучшая лига, которую можно встретить в набережных Челнах. Одна из самых лучших. Потому что здесь команды все готовы, здесь есть гости. Есть гости даже из высшей лиги. Это круто. Начался КВН при полном аншлаге. К тому же в рядах жюри было немало особых гостей. Среди которых гонщик-камазмастер Айдар Беляев и чемпион высшей лиги КВН Денис Дорохов. Он, к слову, принял участие в выступлении первой команды. Семь кадров. А почему семь кадров, если у нас шестеро? Можно? Помогали своим командам и многие топ-менеджеры. Так в группу дизелистов влился председатель правкома Хаким Менгалимов. Команде прессово-рамного завода «Далайрама» помогал директор Александр Рыбаков. А сборной гендирекции Александр Ушенин – замгендиректора «Автогиганта». Перед оглашением результатов слово взял Сергей Кагогин. Наша большая командовская семья, она спаивается не только же работой. И когда молодежь свое личное время тратит на то, чтобы было весело им и всем остальным, это очень здорово. По итогам игры третье место завоевала команда СОБР. Второе – сборная гендирекции. А первым стал полный привод автомобильного завода. Гран-при взяла команда Туймазинского завода автобетоновозов. Алсу Валяева, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа. Они шли к этой победе целых 11 лет. Хоккейная команда «КамАЗ», выступающая в любительской хоккейной лиге «Общество любителей хоккея», впервые в своей истории стала победителем открытого чемпионата. В этот особый юбилейный для «Автогиганта» год ребята выложились на 100%. И в тяжелейшем поединке с очень сильным соперником командой группы компаний КСК сумели все же одержать победу. Как разворачивалась эта ледовая баталия в репортаже Екатерины Романовой. В открытом чемпионате «Общество любителей хоккея» периоды на 5 минут короче, чем у профессионалов. На льду представители практически всех подразделений «Автогиганта». На трибунах – преданные болельщики. «Родное предприятие, родная команда. Как не болеть-то? Шикарная игра. Интересная, напряженная. Валидолу не хватает еще». «Я уверен, что мы победим точно». «Переживаю, волнуюсь и поддерживаю наших ребят». «Верим в свою команду! Победа за нами! Да!» 11 лет формировалась команда, с каждым годом приближаясь к заветной цели. В прошлом сезоне остались в шаге от победы. И вот сейчас все силы отданы, чтобы Кубок ОЛХ был у КамАЗа. «Отлично мы сыграли весь сезон. Из всех игр проиграли только две игры. Отличный настрой, отлично идем. Я думаю, Кубок будет наш. Я создал эту команду. Я капитан. Я болезнь. Это мой ребенок, мое детище, которое я рощу. И вот мы пришли к вершине практически». В финальной схватке три поединка. Играли до двух побед. Первый матч КамАЗовцы выиграли. Второй в напряженнейшей борьбе проиграли. Третья игра закончилась со счетом 6-4 в пользу автогиганта. КамАЗ – чемпион. Екатерина Романова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. В следующей программе мы решили устроить незаурядный эксперимент. Его суть пока поддержим втайне, но надеемся всех приятно удивить. Так что встречаемся 27 мая в 18.00 на телеканале Челны ТВ. И не забывайте про наш информационный портал вестикамаза.ру. Новости автогиганта и города там обновляются без выходных. Этот выпуск «Вестей КамАЗа» для вас провели Ксения Чернильцева и Павел Михнов. Всего доброго. До свидания.